Здравствуйте, друзья! С вами снова Паша Фримен на связи, и это обзор новинки патча 2.9 в War Thunder за Италию. С-13, Т-90. Новый легкий танк на боевом рейтинге 6.7. И до меня дошли слухи, что данную машинку очень многие недолюбливают. Хотя, на мой взгляд, это необоснованно. И сейчас я вам расскажу почему. И прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк и подпишитесь на канал, если еще не подписаны. А если уже подписаны, то проверьте подписку, потому что периодически они слетают. YouTube такая странная вот платформа. Ну и погнали потихонечку. Что мы вообще с вами имеем на боевом рейтинге 6.7? Скажем так, это бочка с гусеницами и приделанная сверху башенка с 90-мм пушкой, которая в стоке стреляет кумулятивными снарядами на 250 мм пробоя, на борту которых 890 грамм в тротиловом эквиваленте находится. Эти снаряды, на самом деле, довольно спорные. Вот именно за это в основном и хейтят, скажем так, эту машинку. Рандомный урон. Очень рандомный. То дамаг проходит, то не проходит вообще, то они не пробивают, то пробивают слишком много. В общем, очень рандомный. Грубо говоря, шанс того, что вы нормально просите цель 50 на 50. Ну, согласитесь, такое себе. Хотя, в целом, когда я играл на ней, может быть, пофиксили снаряды, но урон проходил. Да, были моменты, когда триплексы сжирали кумулятив, или боекомплект не подрывался. Хотя кумулятивная струя прямо в него входила. Но это War Thunder, и это, в принципе, уже считается нормой. Также у нас на первом рамке прокачки открывается хэш-снаряд на 102 мм пробоя, и 1,7 килограмма в тротиловом эквиваленте у него на борту находится. Этими снарядами очень легко разносить практически все танки, которые вам попадаются. Особенно в крышу, потому что туда пробивается, ну, по сути, всё. Также есть дымовой снаряд, ну, и им пользоваться не так уж и часто будете, я так думаю. Я, во всяком случае, его вообще не беру с собой. Скорость поворота башни у нас 28 градусов в секунду, что очень хорошо для этих боевых рейтингов. Плюс, ко всему прочему, у нас ещё и довольно хорошая подвижность. 360 лошадиных сил на 14 тонн веса. Максимальная скорость 70 км в час вперёд и 14 км в час назад. Это означает, что мы можем быстро занимать ключевые позиции, а также уходить с податаки противника. Правда, если по вам уже будет стрелять противник, скорее всего, вы просто не сможете уехать. Это такая вот маленькая особенность, про которую я сейчас расскажу далее. Возвращаемся к орудию. Вертикальные углы наведения у орудия очень хорошие. От минус 9 до плюс 27 градусов. Что позволяет нам воевать от складок местности и холмов, а также поднимать орудие достаточно высоко, чтобы стрелять по авиации. Но, к сожалению, у нас довольно посредственная баллистика. Поэтому нормально и адекватно стрелять вы будете через какое-то время, потому что надо привыкнуть к данной баллистике, чтобы попадать по противнику на разных расстояниях. Что на близкой дистанции, что на дальней или средней. Довольно неплохая перезарядка на экспертах 7,1 секунды, позволяющая нам на этих боевых рейтингах перестреливать тоже достаточно много противников. Мало танков есть, которые быстрее нас стреляют. Боукладка первой очереди составляет 12 выстрелов. Поэтому сидеть и по коде расстреливать всю команду противника у вас не получится. Надо следить будет за снарядами. Также хочу отметить отдельно скорость вертикального наведения орудия. 9,4 градуса. Это означает, что при резком маневре вертикальном, если вы наедете на кочку или скатитесь с холма, вы можете относительно быстро поднять орудие на противника, либо его опустить. Я хочу отметить отдельно тот факт, что машина при своей отличной подвижности очень хорошо стабилизирует орудие за счет как раз-таки скорости вертикального наведения. То есть вроде у нас стабилизатора нет, но из-за того, что оно быстро наводится, можно сказать, на низких и средних скоростях это компенсируется. Вы можете даже выстрелить в некоторых случаях на ходу. Также у нас есть дымовой гранатомет на 6 снарядов. Но, к сожалению, дымовые гранаты отстреливаются один раз. Все 6 штук. Что касается брони, тут, ребят, совсем все плохо. Самая толстая часть, это лоб корпуса. Там 50 миллиметров. То есть вы понимаете, да? Нас расстреливают абсолютно все. Но это еще даже не самое фиговое. Самое фиговое, это, конечно же, наша башня. Там 8 миллиметров брони. А это значит, что на близкой дистанции вас могут пробить даже с пулемета калибра 7,62 или 7,92. При этом у нас три члена экипажа, двое из которых сидит в башне. То есть если вас начнут расстреливать в борт с мелкокалиберного пулемета, есть вероятность, что вас уничтожат. Вот такая вот интересная особенность у данной машины. В крыше, конечно, тоже брони нет. Там 6 миллиметров на ВЛД, 8 миллиметров на самой башне. Сам по себе корпус защищен неплохо сверху. 38 миллиметров брони. Но учитывая, что большая часть снарядов все равно будет залетать в башню, ибо она половину вертикальной плоскости как бы занимаетесь сверху смотреть, вас все равно расстреляет почти любой самолет. Также может показаться, что конструкция танка передним расположением двигателей, трансмиссии и топливных баков, при этом еще и моторно-трансмиссионное отделение огорожено перегородкой, по идее, это должна танковать периодически. Но, к сожалению, нет. Из-за в целом габаритов и снарядов, которые по нам стреляют, они достаточно мощные. Вся трансмиссия, двигатель и так далее все пробивается насквозь. И можно утверждать, что С13-Т90 будет ваншотиться почти в 100% случаев. У меня было буквально пару моментов, когда я мог танкануть там 2-3 выстрела, а то и 4. При этом еще переживал 2 пожара. Да, такое случается, но все-таки в большинстве случаев вы ваншотитесь. Куда угодно практически. Ну и переходя к геймплею, я могу сказать следующее. Машинка очень фановая. Для любителей активного геймплея и скиловиков она точно подойдет. И она вам понравится. Это я вам могу гарантировать на 100%. Подвижность классная. На некоторых картах она ломает тайминги. При этом, несмотря на то, что снаряды вроде спорные, но все-таки они пробивают, что-то ломают. На корняк можно хэшом в крышу бахнуть или в ворт танку, тем самым уничтожив его. К сожалению, когда мы попадаем вниз списка, например на 7.7 и 7.3, там начинаются сложности. Всякие Т-29 против нас попадают, Т-54, ИСы, Тортоисы и разные другие танки, у которых большое боевое деление и уничтожить данным кумулятивом такие танки будут намного сложнее, чем, например, хэшом бахнуть ему в борт либо в крышу. Поэтому надо знать обязательно, куда стреляете и в какой танк. Потому что, если вы это знать не будете, скорее всего, вам придется тратить 5-6 выстрелов на одного врага. Таких вот именно, которые большие. Разумеется, легкобронированная техника и зенитки очень часто ваншотятся, ибо кумулятивы, хэши, это самая главная их проблема. Любой легкобронированной техники. Это нас касается, естественно. Если по нам будут стрелять хэшами кумулятивами, рядом будут падать бомбы, арт-удар разрываться, и даже если мощный фугас упадет рядом с нами, скорее всего, нас просто разнесет. Также у машинки есть два мелкашных пулемета калибра 7,62, но в целом ими можно даже пострелять по низколетящим самолетам. Первый раз я даже критовал их. Разумеется, в первую очередь данная машина является машиной поддержки. У вас есть активная разведка, так как это легкий танк, при этом вы можете помогать своим союзникам с ремонтом и оказывать помощь в пожаротушении. В плане тактики есть два способа. Либо вы с основным кулаком союзника выдвигаетесь куда-то, куда они едут, там на точку, я не знаю, или в какое-то другое место и оказываете им всяческую помощь. Критуете противника, опять же, помогаете с ремонтом, помогаете с подсветкой, ну, уничтожаете танки, соответственно, тоже. Все-таки С13-90 не беззубый. Он тоже может нахлобучить кому угодно. Либо второй вариант. Вы выдвигаетесь по самым дальним объездам карт, скрываясь за складками местности и далее уже со средней и дальней дистанции стараетесь расстреливать противника по бортам. Разумеется, захваты точек тоже на ней будут приветствоваться. Но имейте в виду, что габариты вроде как бы и маленькие, но машина достаточно высокая и спрятать ее за какими-то там трубами, скалами будет не всегда иметься возможность. Так что учитывайте это при выборе маршрута. Ну и, конечно же, вам не стоит подставляться под противника. Если вы поняли, что вас спалили, лучше сдавайте назад, разворачивайтесь и уезжайте совсем в какую-нибудь другую позицию, потому что вас таким образом просто расстреляют. И даже если вы сделаете там 2-3 фрага, лучше переезжайте моментально, потому что кто-то из них может взять самолет и вернуться вам мстить. И подводя итоги, я могу сказать, что данная машина C13-Т90 Италии замечательная. Мне она дико нравится, у меня было много боев, в которых я делал по 10-13 фрагов. Скажем так, это такой итальянский хелкот с спорными снарядами. Ну, грубо говоря. Тоже нет брони, отличная подвижность и пушка с неплохой перезарядкой и углами, но у нее очень странные эти кумулятивные снаряды. То есть, примерно вот так вот можете относиться к этой машинке. Ну и естественно, если вы уже вкачали машину, можете поделиться своим опытом игры на ней в комментариях. Также оставляйте комментарии, если вы не катали на ней, интересно ли она вам, будете ли вы ее выкачивать. Я обязательно все комментарии почитаю. Конечно, если ролик вам понравился, обязательно оставляйте лайки, подписывайтесь на канал, вступайте во все социальные сети, все ссылки есть в описании. В социальных сетях вы можете увидеть анонсы стримов и не пропустить выход новых роликов, а также разные новости по игре, War Thunder и не только. Ну а с вами был Паша Фриман, всем удачи, хорошего рандома и пока-пока, друзья. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок